Всем привет! В этом видео я расскажу, куда можно вложить 250 тысяч рублей в 2021 году и получать прибыль. С вами Ярослав Кабаладзе, я эксперт номер один на федеральных каналах в теме недвижимости. Нам почему-то кажется, чтобы начать инвестировать, нам нужны горы денег. Хотя это не так. Чтобы начать инвестировать в столицы и столичный рынок, достаточно и 250 тысяч рублей. Сейчас я вам расскажу конкретные примеры и проекты, куда можно вложить деньги. Обязательно досмотрите это видео до конца, в нем я поделюсь золотым правилом инвестора. И используя его, вы никогда не влетите в жир ногами. Первый проект. Гаражи. Купил и сдал в аренду. Вход от 100 до 250 тысяч. А сколько же это принесет вам денег? От 25 до 100% от вложенного. В год. На недвижимости 100% годовых это просто аховый доход. Да и в принципе в инвестициях. Тот, кто инвестирует, тот точно в этом разобрался и знает. Этот инвестирование очень спокойный и наименьше энергозатратный. Просто купили гараж, сдали его в аренду и получаете прибыль. Вопрос. А где купить такой гараж? Да у нас куча заброшенных гаражей в гаражных комплексах. Придите туда, спросите у председателя кооператива, а кто здесь и что продает, и вам уже несколько вариантов дадут на выбор. Если у тебя или у твоего соседа стоит захламленный гараж, ставь лайк этому видео. Второй вид инвестирования – кладовка. Многие из вас, наверное, обращали внимание, что подсобные помещения в вашем доме или подъезде стоят без дела. Так вот это все упущенная выгода и прибыль. Стоит подобное помещение, которое возможно оборудовать под кладовки, от 50 до 250 тысяч рублей. Можно найти подходящий вариант. Доходность будет такая же, как и у гаражей – от 25 до 100% годовых. Лайфхак. Где стоит рассмотреть на покупку такую кладовку? Обращайте внимание на здания и дома, где нет балконов. У этих людей негде хранить свои зимние, а то и летние вещи, ну или вообще вот этот вот хлам, который обычно несут на балкон. У них он раскидан по квартире. За 3-5 тысяч рублей многие люди, оказавшись в такой ситуации, снимут вашу кладовку. Третий вариант – субаренда. Классический вариант – вы снимаете однокомнатную квартиру в центре своего города и сдаете посуточно. Вложения какие вам понадобятся? Если на примере однокомнатной квартиры в Тверском районе, то ее можно снять за 40 тысяч рублей. Еще 40 тысяч рублей вы внесете в депозит, можно его разбить на 2 месяца. И плюс-минус 50 тысяч рублей вам понадобится на какой-то тихущий ремонт для улучшения этой квартиры. Заложите туда вознаграждение риэлтора. Оно составит от 50 до 100%. В среднем от 170 тысяч вложенных рублей вы будете ежемесячно иметь денежный поток порядка 100 тысяч рублей. То есть сутки у вас будут сдаваться в разное время от 3 до 5 тысяч. И загруженность будет порядка 27 дней. Вот и считайте свою прибыль самостоятельно. Да и кстати, чтобы далеко не ходить. При переезде в Москву я так и выживал. Снял двухкомнатную квартиру, одну комнату сдавал в субаренду, еще пару мест сдавал в субаренду у себя в комнате. Таким образом, за год я сделал в этой квартире хороший ремонт. Я ее снимал за 30 тысяч рублей, а когда мне произвел ремонт, пересдавал за 60. Я чистыми получал 30-ку в месяц и еще не платил за аренду совсем. А в Москве, кстати, это один из самых основных расходов при переезде. Четвертое. Паевый инвестиционный фонд. Это когда группа людей собирается и объединяется в паевый инвестиционный фонд. Выбирает объект недвижимости, определяет цену одного пая, покупает этот объект недвижимости и согласно прибыли начинает распределение дохода среди своих пайщиков. К примеру, вы с друзьями, 10 человек, скинулись по 250 тысяч рублей и купили какой-то объект недвижимости стоимостью 2,5 миллиона. Пересдали его в аренду и начали распределять прибыль согласно одному паю. Доходность в вашем случае, если вы хорошо просчитаете проект, составит плюс-минус 10-12% годовых. Согласитесь, это хорошо на недвижимости. К слову, вы можете скинуться не в десятером, а в 100 человек или в 1000 человек и выбрать объект любой стоимости. Главное – это организация и просчет проекта. Пятое – доллар. Хоть это и не совсем про недвижимость, но я это называю инвестицией для ленивых. За 7 лет он дал для ленивого инвестора 15% роста годовых. Ну так, просто посмотрите, сколько он стоил 7 лет назад и сколько он стоит сейчас. Даже если вы бы хранили доллар под подушкой, 15% годовых вам обеспечено. А представляете, что такое сложный процент, когда вы не просто его храните под подушкой, а он у вас в банке. Ну, плюс-минус 2-3% годовых вы получаете ежемесячно за 7 лет. Представляете, какая это сумма, какая это доходность. Ну а если вы, как и я, помните те счастливые времена, когда доллар стоил 6 рублей за одну штуку, ставьте лайк этому видео. Посмотрим, сколько у нас здесь таких динозавров. Ну а теперь золотое правило инвестора. Как и обещал, годовая ставка равна проценту невозврата инвестиций. Другими словами, если вам в каком-то проекте предлагают 100% годовых, так вероятность того, что вы увидите деньги равна нулю. 100%, что вы их не увидите никогда. Но если вам предлагают 10% годовых, то это говорит о том, что 90%, что деньги в этом проекте есть, вы их увидите и потом потратите. Друзья, если вам какой-то проект стал интересен, и вы бы хотели, чтобы я его детально разобрал и показал вам вживую, то пишите в комментариях к этому видео то, что вас заинтересовало больше всего, и то, которое наберет больше всего комментариев, я вам покажу его вживую. Сниму целый об этом ролик. С вами был Ярослав Кабаладзе. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить интересное новое видео.